Ну да, я расскажу про научно-технический совет, он как раз вчера был. Ну там, все знают, наверное, да, что новые методики учёта были размещены на сайте, и к ним было много вопросов. Мы написали кучу предложений ещё до того, как их там разместили. Ну так вот, их приняли вот сейчас, то есть тогда их нельзя было принять. То есть мы говорим этим разработчикам, почему охотник не может пойти на следующий день в обратном направлении и сделать учёт. Потому что в Сибири невозможно круговые маршруты, все по путикам ходят. Они говорят, нет, это невозможно, нарушается временной интервал, всё, короче, нельзя категорически. Оказывается, можно, вот сегодня уже можно. Сегодня написали, что это разрешается, и вообще никаких нет проблем. Теперь они придумали, значит, что надо в схему территориального охотустройства внести свойственные угодья. Там нужно определить свойственные угодья для того, чтобы, значит, можно было применять норматив добычи, плотность будет меньше, можно будет применять более высокий норматив. Мы им уже, не знаю, я уже язык смозолил, говорит департаменту, вы возьмите инструкцию добычи копытных 1984 года, там всё чётко было написано. 10, 15, 20, 25 процентов. И ни у кого голова не болела, не было никаких плотностей, ничего. Я говорю, ну хорошо, не хотите, вы сейчас боитесь в этой, значит, плоской шкалы. Ну вы сделаете три градации, 10 процентов, 15 и 20, и всё, и нет проблем. Зачем городить эти огороды со схемы территориального охотустройства? Это труднее пути, трудно себе придумать, чем они придумали. То есть схема разрабатывается субъектом, это полномочия субъекта, деньги субъекта. То есть когда они сделают эту схему, это одному Богу известно, в Саха-Якутии до сих пор схемы ещё нет, прошло 12 лет. Когда они сделают свойственные угодья там? То есть сейчас, просто я вам расскажу, если может кто тонкости не знает, сейчас минимальная плотность, минимальный процент добычи лоси 5 процентов. Значит, при плотности от одного до трёх. На общую площадь охотничьего угодья. Возьмите миллионное охотничье хозяйство в Якутии, лось живёт в пойме. Это 1 процент от всей территории. Учли там 100 лосей в этой пойме, а потом на миллион размазывали. Естественно, что у нас будет минимальный процент всегда. Вот и всё. И получается, что у нас в целом по России мы добываем 3 процента от численности лося. А Финляндия 40 процентов добывает, и Литва, и Эстония добывает. У нас Эстония добывает, наверное, порядка 7 тысяч лосей. В Атвии 7 тысяч добывает, 6 900 уже. Ну, короче, а мы добываем 30. Ну, вот возьмите разницу. То есть, как бы мы не пытались уйти от проблем... А нелегально в 4 раза? Нет, ну нелегально говорят, что в 4 раза, но я боюсь, что больше. Не, ну, кстати, я вот не... А что ты перебьём лося? Я не согласен. Мы не перебьём лося, с лосём как бы, вот, видимых проблем нет. Нет, нет, Андрей, мы, я тебе ещё раз говорю, мы сейчас точечно лупим лося. Но в стратегии, которой мы сегодня ещё не коснулись, там, кстати, есть такая строчечка, нужно перевести нелегальную добычу в легальную. Так вот, увеличьте процент добычи, то есть этот мизерный 3 или 5 процентов, это ни о чём просто. То есть, все прекрасно знают, например, не в Финляндии, не в той же Эстонии, что 40-50 процентов выдерживают популяции лося. Причём, все забыли о том, что в инструкции по добыче копытных норматив применялся от предпромысловой численности. А мы сейчас считаем на 1 апреля. То есть, мы всех лосей добыли, и от той численности, которая осталась, мы планируем добычу на следующий год. И потом мы удивляемся, откуда у нас браконьерство. И так я даже, как я оправдываю этих браконьеров, я называю это теневой добычей. То есть, люди берут то, что можно взять совершенно спокойно, легально, так сделайте процент, увеличьте процент, и хозяйством будет прибыль, и будет экономика, и всё прочее. Но государство нас упорно не слышит. Вот вчера, я не знаю, 2 часа мы там ругались, и, в общем, ничего я не добился. Я говорю, вы не хотите, чтобы мы сделали это? Я говорю, нет, делайте, что хотите, нам уже, честно говоря, всё равно. То есть, что бы мы ни предлагали, ничего не принимается. Ну, в общем, так. Я могу подержать Андрея по учётам, вообще не надо было лезть в учёты социализма, это моё мнение. Почему? Нас учили преподаватели, мы обучили охотоведов, мы обучили егерей, всё работало. Хотя я прекрасно понимаю, что зимние маршрутные учёты дают точную цифру в данной точке, в данное время и в данные погодные условия. Пурга помела, и уже по-другому звери себя ведут. Но был комплекс учётов, и всё работало. Я хочу предоставить слово человеку, который на своей шкуре это испытывает и этим занимается. Спасибо. Напомню, основная моя деятельность сейчас это проведение учётов охотничьих животных. Я непосредственно их делаю сам, там у меня есть коллектив коллег, которые мы вместе это всё проводим. И последний год был совсем непростой. А почему? Потому что до этого у нас был один утверждённый учёт, зимний маршрутный учёт, постановлением правительства. А с ноября прошлого года Центр развития охотничьего хозяйства утверждает сразу три методики. Зимний маршрутный учёт, авиаучёт и метод прогона. И так получилось, что практически я испытал два из них. Это авиаучёт и зимний маршрутный учёт. Но ещё и сравнение с прошлой методикой. И, значит, моё мнение следующее. К сожалению, да, вот очень хотелось бы, чтобы тут были представители, те, кто писали эту методику. То есть написали на бумаге хорошо, да, но вот я пришёл, я могу сказать, что, ребята, вы написали. А написали они следующее, что авиаучёт проводится на территории охотничьих угодий меньше 8 тысяч гектаров. То есть на маленьких охотничьих угодьях. В принципе, это противоречит изначальной разработке вообще авиаучёта. Это авиаучёт разрабатывался для больших труднопроходимых территорий. То есть там, например, незамерзающие болота, где, в принципе, не пройдёшь. Ну и с этого начинается большая проблема. Для того, чтобы провести авиаучёт, недостаточно наличия беспилотного там или пилотного летательного аппарата. Пилотный, в принципе, никто не рассматривает, потому что арендовывать самолёт для того, чтобы полетать на 5-6 тысяч гектар, но это как-то неразумно, мягко говоря, встаёт вопрос беспилотные летательные аппараты. Их можно условно разделить на любительские, полупрофессиональные, профессиональные. Любительские – это дроны. Сейчас только одна или две модели дрона, которые позволяют более-менее выдержать методику. Проблема методики – это необходимость перекрытия фотографии. То есть, когда дрон летит в одну сторону, то он должен возвращаться в другую, и должно быть перекрытие фотографии. Сделать это очень сложно, потому что, как я уже сказал, эта техника не совсем профессиональная. Это должен быть более мощный летательный аппарат. И дальше идёт законодательная проблема. Нельзя летать мало того, что не на зарегистрированном летательном аппарате, но и нельзя летать выше 150 метров. Изначально есть территории, где вообще летать нельзя. То есть, это какие-то военные объекты. Это, например, атомные электростанции, иные стратегические объекты. Если дрон, например, летит над населённым пунктом, пусть это деревня, где три дома, то необходимо взять письменное разрешение администрации на право пользования воздушным пространством. Юридически практически невозможно это выполнить. Но если, опять-таки, использовать ещё и любительский дрон, то надо пролететь очень много километров, потому что у него там методики прописаны, там этот угол зрения, кроп-фактор, фокусное расстояние. То есть, лучше использовать крупный летательный аппарат. Крупный летательный аппарат летает выше 150 метров. Он устойчив к погоде, да, он профессиональный, очень хорошая машина. Но для того, чтобы получить право на нём полетать, во-первых, должна быть лицензия на фотографирование поверхности земли, потому что ты можешь сфотографировать что-то стратегическое. И далее, кто будет проводить эту съёмку, он должен готовить документы. Готовятся документы примерно за месяц. И над местом, где будет проведена съёмка, закрывается воздушное пространство. То есть, связывается непосредственно с диспетчерами, диспетчера закрывают пространство, ты летаешь, делаешь съёмку. Как вы понимаете, это всё, к чему клоняется, всё очень дорого. Если у тебя охотничье хозяйство 5-6 тысяч гектара, то произвести такую работу стоит по рынку по прошлому году где-то 250 тысяч рублей. В лучшем случае получите там от одного до трёх разрешений на лося. Это в лучшем случае. Но самое интересное, что хозяйство небольшое. В момент проведения учёта зверь вообще может уйти, его не быть. То есть, соответственно, я уже вижу, ко мне обращаются охотпользователи, говорят, сделайте хоть что-то, чтобы мы получили квоту, потому что мы не можем, по сути, хозяйство не может функционировать. То есть, мы имеем право добывать только уток, соответственно, или зайцев, но на копытных мы не получаем, да, на основной объект на лося. Вот. И про зимний маршрутный учёт. Значит, так получилось, что мы провели на одной исследуемой территории по требованию заказчика по старой и по новой методике одновременно. То есть, одна угодья, были заложены маршруты, и было повторное прохождение, что позволяет первая методика. И в итоге мы получили совершенно разные результаты. То есть, ещё раз повторюсь, один сезон, одна исследуемая территория. По некоторым видам, например, по кабану, данные подчисленности разились на 40%. Не особо отличались данные по тем видам охотничьих ресурсов, которые делают крупные, там, наоборот, типа горностай, белка, там вот, да, более-менее ровно. Но что-то более крупное, очень сильно разнятся результаты. Соответственно, вот если были бы представители охотконтроля, я бы им задал вопрос, а почему, откуда вообще вы взяли эту методику? Потому что нужно понимать, какая из методик была ближе к изначальной. То есть, мы должны знать какую-то талонную численность, чтобы принимать решение, какое проводить учёт. Ну и в завершении этого, соответственно, в лучшем случае, да, это если охотничье хозяйство проезжает свои маршруты. Понятно, да, что зимний маршрутный учёт – это уроки рисования с целью получения квоты на добычу, там, того же самого лося. И большинство учётов делается от обратного. То есть, да, человек, охотпользователь решает, сколько ему надо разрешений, и столько он пишет. Ну и, соответственно, если учёт зимний маршрутный – это профанация, то вообще зачем его-то делать? Ну, а авиаучёт, как я повторю, его практически невозможно сделать законодательным, не нарушая ничего. Да, всё так. Я вам ещё одну историю расскажу. Значит, разместили в прошлом году не четыре методики. Зиму меньше 8 тысяч га проводить нельзя. Прогон, значит, по Сибири и Дальнему Востоку, ну, то есть, вообще прогон там, где снеговой покров есть, проводить нельзя. Значит, на подкормочных площадках в Сибири и Дальнем Востоке проводить нельзя. И получается, что эти маленькие хозяйства, значит, обречены проводить авиаучёт только, и всё. То есть, ты затратишь на авиаучёт 200 тысяч рублей, но можешь не получить ни одного лося. Вот и весь мониторинг у нас. Это плюс к тому, что ещё, значит, ты обязан провести авиаучёт лося и косули, поскольку эта методика размещена, она является обязательной. Но у тебя остался, допустим, ещё пятнистый олень, что с ним-то делать тогда? Ты должен ещё его как-то учитывать. Это просто вообще разрыв мозга. И вот вчера, вчера, наконец, мы на том же НТСе обсуждали, и они снизошли до того, что прогоны всё-таки они разрешат теперь делать в маленьких хозяйствах. Ну вот, слава богу. Самая главная проблема сейчас, на мой взгляд, это отсутствие ответственности органов государственной власти. То есть, что бы ни делал департамент, что бы он никогда ни за что не отвечает. Что бы ни делал орган субъекта, он никогда ни за что не отвечает. Я вот пример приведу. Значит, охот пользовался, сделал учёт. Принёс карточки, в прошлом году у нас в Рязани было, принёс карточки ЗМУ, значит, охотоведу. Охотовед говорит, нет, в то время, в тот день шёл снег, я у вас их не принимаю. Он охот пользователь лишился квот. То есть, ему не дали квоты, данных мониторинга нету. Ну, мы, конечно, пошли в суд и так далее. При этом, сам рязанский уполномоченный орган задирает численность в общедоступных угодьях, и, значит, квоты в общедоступных угодьях растут. Мы пишем в Роспроводнадзор, уважаемый Роспроводнадзор, проведите проверку. Нам Роспроводнадзор отвечает. Значит, информация должна содержать о фактах нарушения законодательства, которые влекут или могут повлечь в возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовое нарушение прав граждан. В вашем сообщении этого нет. Вот и все. То есть, что бы, что бы ни делал... Спасибо за гражданскую позицию. В этом году, да. В прошлом году было еще чище. Они провели у нас авиучет в наших угодьях. Когда была методика номер один, еще обязательная. То есть, вся страна у нас проводит по методике номер один. Департамент там всем, значит, мозг вынес, чтобы проводили по методике номер один. А Рязань провела авиучет. Департамент им чудесно еще образом согласовал лимиты. И мы судимся до сих пор. Вот и все. И Роспроводнадзор нам пишет точно такое же письмо. Мы им написали 10 писем туда. Проверьте, в конце концов, ну что это за безобразие? Как можно? Они не собираются проверять. Да, но только... Я вам скажу еще один секрет. Кроме общественных организаций, понимаете? Это на бизнес наложен мораторий. А на общественных нет. Так что проверяют. Им делать нечего, они проверяют только нас. Все наши учеты сейчас. Есть лосик, нет лосика, понимаешь? Да, вы же знаете, что все это относительно и прочее, прочее. Ну есть лосик, есть лосик, нет лосика. Вот и все. Это все учеты. Бардак с учетами, все же говорили. Вот там горностайчиков учитывать. Все закончилось горностайчиками. Это было, извините меня, плановое ведение охотничьего хозяйства, когда пушнина была в цене. Но, пожалуйста, учитывайте, никто не против. Но это могут заниматься или по желанию охотпользователей, или научные какие-то структуры организации. Говорили, давайте следить, то есть мониторить основные вещи. Действовать нафиг и не надо никому. Ну лося того же, учитывать один раз в три года и работать по этим цифрам. Да, но все же сказано уже давным-давно. Мы только, по-моему, одна страна, нет, проводит учеты, та же Прибалтика. Я могу рассказать, как там происходит деление этих, как его, я присутствовал, квот. Вот, садится шеф областного охотуправления и все охотпользователи. Ну я по-русски буду называть, у них там другая структура. И говорит, вас провели учеты, вам такое-то количество лося, вы согласны? Он говорит, я согласен, подпишите протокол. Такое количество, прямо охотпользователю, я согласен, подпишите протокол. Вы согласны? Нет, я не согласен, я могу больше стрелять. Отлично, контрольный учет. И туда выезжает государственный представитель и соседи этого хозяйства. Они понимают, что там мигрируют животные. Проводят контрольный учет. Оттуда приезжают уже согласные. Но если не согласные пользователи, тогда все, подавайте в суд. А когда идет подача в суд, охота на период суда закрывается. Любая на территории этого хозяйства. А судиться можно по два года, по три года. Поэтому они там договариваются у себя, внутри, при проведении контрольного учета. Все, что? А? Да, это есть, ну я и говорю, это есть система госуправления. У нас все ходят, что-то просят. Валерий Петрович, подожди, давай, у нас время поджимает. Нет, Леша, я прошу меня отпустить, там люди ждут. А я хочу, после того, как мы поговорили, везде у нас куда ни кинь, везде клин. Я хочу, допоследок, предоставить слово человеку, который, ну, может быть, может быть, у них все не так плохо. Я имею в виду трофей на охоту. Спасибо.